Доброе утро всем, кто присоединился к нам в эти минуты. И сразу расскажем, какая погода нас ожидает сегодня. Сегодня в Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь с грозой. Во второй половине дня местами ожидается сильный дождь с градом. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8. Днем 10-15 тепла. В горах местами от плюс 4 до плюс 9. В Черкесии ночью небольшой дождь, а днем кратковременный с грозой. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью ожидается 6-8 со знаком плюс. Днем воздух прогреется до плюс 14 градусов. Известный нагайский писатель, член Союза писателей в России, народный писатель Карачаева-Черкесии Иса Капаев стал академиком. Он избран член-корреспондентом Российской Академии естественных наук. Насколько неожиданным было это событие и за какие заслуги его избрали, а также над чем прозаик работает в настоящее время. Об этом в эти минуты в нашей студии Исас Уюнович расскажет моей соведущей Белли Джозаевой. Доброе утро всем. Доброе утро, Исас Уюнович. Благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. А повод для нашей встречи очень хороший. Вы стали академиком. Вы стали членом-корреспондентом Академии естественных наук Российской Федерации. Для вас это было неожиданно? Ну, фактически, да. Неожиданность была, потому что до этого они собирали документы. Я думал, анкету какую-то заполняю. Но целый год разбирались. Три заседания прошло в самой Академии. И затем утвердили. А за что вы стали академиком? Ну, здесь такое дело. При Академии наук открыли отдел литературы и знаний. И вот это на западный образец. Там всегда есть академики словесности. На западный образец сделали и в наших академиях. Это впервые. Поэтому, конечно, это неожиданно не только для меня, для общественности. Ну, для всего Кавказа. Да, для всего Кавказа тем более. До сих пор там нет писателей в этой сфере. Но, конечно, воодушевляет. Я знаю, что у вас всего четверо в этом году, да? Да, да. Из разных регионов нашей большой страны. Татарстана, северных народностей, северных автономий Москвы и вот юг России представлен. Ну, наверное, еще будут приемы, наверное, будут какие-то эти. Дело в том, что, ну, мое творчество известно. Это благодаря тому, что в журналах публиковался. А у нас, в первую очередь, литераторы читают то, что печатается в журналах. Профессиональных литературных. Да, да, да. Тогда оценивают по этим, потому что там и трудно напечататься и все остальное. А я публиковался в крупнейших журналах там. Как вы знаете, «Юность», «Знамя», «Дон», «Дон новый», «Дружба народов». Это мне, наверное, это подтолкнуло их, значит, это самое... Избрать вас. Избрать, да. А так писателей много хороших, много. Много книг тоже. Ну, я так думаю, я так думаю, конечно. Но все равно это очень приятно. Я думаю, что это заслужено. А над чем вы сейчас работаете? Ой, работать особо сейчас я новые вещи свои издал. Роман вот этот, о котором мы говорили, «Саманта», другую книжку «На самом краю». Там любовные повести, рассказы. Вот. А сейчас больше я просматриваю старые вещи, редактирую их. Потому что вот ответственности мне еще прибавилось. Теперь уже нельзя там даже... Ну, бывают опечатки, бывают какие-то ошибки. Редакторством занимаетесь? Редакторством занимаетесь? Да, просматриваю свои написанные до этого вещи. Вот. Ну что ж, я еще раз вас поздравляю. Благодарю за участие в нашей программе. Здоровья и творческих успехов вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо, что пришли. Спасибо нашей гостиной. Ну, и на наш информационный эфир в 9.00 продолжит вещание на абазинском языке. Хорошего продолжения дня. Встретимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова